Жидкость, белила, полить, потом добирать цветнила, если надо, ультрамарин возьмешь, и пускай течет. Сначала белила, весь холст белилами, потом поливалами, ну и потом все, чуть-чуть зелененький. Плотнее их укладывать, то он слишком у тебя прозрачный. Побольше, поплотнее. И вот этот характер разглядеть и выразить. Там этих двое, показать, что их двое. Есть там такое, да? Их двое. Потом сверху на это разбелы желтого. Центр одной здесь. Центр другой здесь. Показать оба центра. Хорошо? Угу. Все тоже, только плотнее. Угу. Желтый не такой выпеченный. Ты уж чересчур желтый выпетела. То есть основа такая, розовый, темный, розовый, светлый. А потом к этим розовым светлым чуть-чуть желтоты. И все. И нормалек. И нормалек. Хорошо? Ты имеешь это темный, розовый, светлый розовый. Да. А потом к светлому розовому чуть-чуть желтоты. Ага. Ну этот можно не делать-то. Это же у меня вот это сделано. Ой, какой симпатичный он. Он же у меня вообще как-то. А мне он так нравится. Чуть-чуть к нему этих полосочек. И он такой тёпонько. Тёпо-тёпочка. Вот такой вот он. Ага. Вот такой. Ну и в этом, соответственно, тоже там. Больнюсенький и самый любименький. Вот он. Вот он. Вот он. Тёпо-тёпо-тёпо-тёпо-тёпо-тёпо. Суховатенько чуть-чуть, но красиво. Пусть пока живут. Так. Значит, возьмёшь зелёный. Возьмёшь нарядный зелёный. Чуть-чуть нашвыряешь вот этих звучиков. Вот таких. То есть их листечки вот эти. Вот они. Вот так пальчиком-пальчиком накрутишь-навертишь. Накрутишь-навертишь. Один, двадцать на палец. Вот. А часть... Часть тёмненьких. То есть вот этих двоя. Коричневый и... Ну и желткиночки, да? И желткиночки, да. И тоже. Чуть-чуть. Где-то в пользу коричневиночки. Вот они. Эти звучики. Вот такие. Прямо нашвыряешь, нашвыряешь этого лиственного. То есть он будет пересекать, чуть-чуть пересекать идею потёка. Потом подтираешь под цветок. Берёшь сначала в пользу оранжевого. Нашвыриваешь идею множества вот этих хризонтельных укладок. Не, не сильно густо, да? Чтобы потом упаковать это всё. Когда будет много-много. Будешь брать кисть. И уже окончательно донаполнишь. То есть сначала смугло ты видишь, да? Было. А теперь даже вплоть до разбелов желтого. Это не чистый желтый, да? Жёлтый был чистый, а теперь жёлтый с белилами. Вот они. Но сначала пальцем. Похожим образом и все остальные. Подтёрла пятно. Взяла розовенький. Накидала будущий цветок. Накидала, накидала. Потом берёшь разбилы розового. Где-то и с желтиночкой. И укладываешь. Вот они. Вот они. Вот они. Ой-ой-ой. Да? Смотри, какие хорошенькие. Ура. Чуть-чуть собрать это. Чуть собрать. Пыталась, но боялась. Может быть, где-то насадить белизны, как там и есть, чтобы не всё таяло, не всё было контрастом. Ага, точно, есть такое. Мне почему-то вот этот вот кусок очень здесь нравится. Белый. В который растворяются эти цветочки. Ага. Слушай. Ага. Смотри, белый сейчас ложится неким лейтмотивом. То есть, конфигурация выбрана некая, вот эта, и в поддержку несколько миганий, как ты уже начала, и за компанией еще чуть-чуть. Вот, и теперь и мелочь всякую, которая там встречается, и проволоки, проволоки какие-то. Лепесточки какие-то. Спасибо. 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 Смотри, как прикольно прозвучало. Вот, Ренуарчик очень любил их писать, и он вот буквально вот такое слепливал. Причем явно делал это на огромной скорости, то есть время на это у него не уходило вообще. Вот таких пушистиков. Вот таких пушистиков. Краски желательно, конечно, к следующему приходу, чтоб я там обнаружил краски на палитре. Хорошо? Особенно желтую. Розовую. Не обязательно чуть что белым пользоваться в светлых, можно и не белым. Не все делаем выразительным, что-то делаем невыразительным. Мутата прорисованность. А где-то выразительные прорисованы, или белила тоже можно. То есть светлых разбелов. Причем даже можно вот так. Смотри. Берем желтоту, белизну. Тихо. А теперь здесь бороздим. Бороздим. И у нас появляется очень светлый. Так нам все время не хватает светлости, потому что краска топнет в подкладку. А теперь мы в этот влезли, и у нас вон аж с какой выразительной силой. Эту же выразительную силу можно фрагментально еще где-то здесь, здесь, где-то сюда. И тоже доснабдить вот этими же разбелыми полосату. И одно другому способствует. Так же и смуглости чуть-чуть, если что, поподложить смуглости. Ну, вот такие игры. Ну, собственно, мы уже в двух шагах. Что-нибудь еще поделать? А, темности, вот эти самые темные. Прям возьмешь... Он какой-то не выпуклый. Он вот впуклый. Ну, сейчас ковыряй, ковыряй. Ну, вот мы уже создали свет тень. Я не могу сказать, как вот впуклый, выпуклый самораз сделать. Ну смотри, вот теневая, вот теневая, а вот световая. Вот снова теневая, а на макушках световая. Вот эти игры. Дальше световая, световых. Здесь теневые. Вот так. И вот такие еще звуки. Вот такой силы. То есть глубокости тональные. То есть понятно, что они сразу создают, ты видишь. Создают тенистый этот. Вот. Да хоть аж так. Да не было. Почти. Ну очень много красивого. Я не знаю. Что здесь еще воротить, когда она уже такая красивая. Давай ее на свет божий вынесем. А то ж мы видим ее только здесь. Сейчас притянем. Ух ты. Какие хризантемы. Бог со мной. Очень хорошая тема хризантемы. Рекомендую. Все вокруг приблизительное. Чуть-чуть червячков и готов бель-бель-бель. Продолжение следует. Продолжение следует...